Дида Субтитры сделал DimaTorzok 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 В Приморском крае Дида 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 От Министерства культуры и оружия Иркутской области позвольте поприветствовать всех на открытии межрегиональной выставки «Цветы мира». Ну что такое выставка? Это, прежде всего, конечно же, возможность обогатить свой творческий опыт, поделиться своим творческим опытом. Такие выставки межрегионального значения, они дают возможность художникам не только увидеть, действительно, как сказала Ольга, не только представить свои картины и увидеть эти картины, но также пообщаться друг с другом, спросить, откуда вы черпаете свое вдохновение, что остается на протяжении многих лет, может быть, что остается источником этого вдохновения, развития своего, творчества своего. Поблагодарить хочу, конечно же, еще раз Ольгу за то, что она свела нас с такими замечательными женщинами. Ольгу Кимовну хочу поблагодарить за то, что они нашли возможность, желание приехать к нам в Иркутск для того, чтобы вы познакомились с работами. Иркутский художественный музей в лице Натальи Сергеевны, конечно же, за то, что они с удовольствием приняли эту выставку и позволят горожанам и гостям города познакомиться с этими работами. Вы все такие разные, вы все такие умнички и нашим девочкам спасибо за то, что они вот сегодня представили свои работы, объединились с вами и есть возможность у них поучиться чему-то вам, показать на что вы способны. Вы все такие разные, но вы все молодцы, все умнички, красавицы. И я очень рада, что вам понравился Иркутск, мы гордимся своим городом. Поэтому всех вам благ, я надеюсь, что ваша выставка соберет достаточно большое количество посетителей, несмотря на ограничительные меры. Всем здоровья, успехов! Конечно, вообще человеку, который в первую очередь повинен в том, что мы сегодня собрались, в каком году был живой, в каком это было году, ну и каким он вдруг загорелась идеей создать такое женское творческое объединение. Вообще идея может быть не новая, мы ее потом подхватили, но гораздо позже в Иркутске, вот все-таки женщин что-то сближает, почему-то какой-то импульс и толчок для такой идеи дает им жизнь, вероятно. Ольга Кимовна, как это было? Добрый день, уважаемые жители Иркутска. С первых слов я хочу признаться любви к вашему городу, потому что на самом деле я сразу влюбилась. Вот второй день, а это необыкновенное чувство, понимаете, что он очень близкий, очень интересный, необыкновенный город на самом деле. Так сложилось, что просто в моей жизни все время получались путешествия, там выставки, это Токио, Сан-Франциско, сел и так далее. И как-то не получалось, ну не считая, конечно, Санкт-Петербург и Москва, разумеется. И тут вот, понимаете, может быть, вот благодаря нашей вот такой страшной этой пандемии случилось так. Ведь «Цветы мира» это международная организация, которую создали мы с 96-го года. Мы создавали в 97-м году уже были первые выставки. Первые выставки прошли во Владивостоке. Я просто решила показать, как это сделать. И поэтому макету вот нашу. Мы уже пошли выставки в Австралии, в Японии, в Сеуле, а потом к нам подключились девушки с Вьетнама, с Китая. И то есть это вот международная такая вот большая акция, такой вот большой коллектив. Но, знаете, оказалось, что настолько интересно открыть свою вот страну. И вот Иркутск, ну это на самом деле середина мира. Прекрасные художники, прекрасные люди, прекрасная архитектура, просто незабываемая. Очень благодарны. И это для нас большая честь. И я думаю, сейчас мы будем дружить с Иркутском. И обязательно приглашаем всех женщин и вообще всех вас к нам в Владивосток. И, конечно, ну восхищение от нашей встречи, вот как нас музей встречает. Какие прекрасные экскурсии, выставочный зал и сам музей великолепен. Очень нравится. Я вот в дар музея вот свою работу даю. Безмерно признательно вообще к музеям подарки любят на самом деле. Я обожаю приморских художников. Вот честно, я просто вас очень-очень люблю. И замечательные иркутские художники тоже приятно с вами познакомятся. И мне как-то хочется вас поздравить и спонтанно спеть песню. Я, словно бабочка к огню, стремилась так ненавима. Вправь в волшебную страну, где назовут меня любимой, Где бесподобен день любой, где не страшилась я минастья, Прекрасная страна, любовь, страна, любовь. Ведь только мне бывает счастье, бывает счастье. Какое-то совершенно необычное открытие выставки. Ну, во-первых, так, чтобы одномоментно 17 женщин выставили свои работы. Ну, честно говоря, на моей памяти такого не было. Более того, вы знаете, вот я всю выставку еще успела посмотреть, К сожалению, попав в пробку по дороге в музей, Но посмотрела уже значительную часть работ. И у меня был повод сравнить работы двух женских коллективов. Я к своему большому удивлению увидела, что в целом, Ну, то есть не говоря вот об отдельных работах, А как-то в целом абсолютно разные работы, Абсолютно разная какая-то стилистика, Разное мироощущение. И мне это совершенно непонятно. Вот вроде бы все это женщины, женщины, Так и Сибирь, Дальний Восток, Что-то как-то все это очень близко. И тем не менее, я думаю, что какие-то вот традиции, Которые закладывались у нас здесь в Сибири, В Абутске и у вас на Дальнем Востоке, Они на нашу иску отпечатку. И мы сегодня этой красотой, этим теплом, Этим своим ощущением мира делимся с нашими зрителями. Спасибо, что вы пришли. Приглашаю всех. Просмотрим выставку. Выставка. Спасибо. 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 Как сказать. Вот знаете. Один цветок розы, допустим. Охо-хо какой, да? А там какой-нибудь маленький тюльпанчик совсем другой и так далее и так далее. Мне просто нравится все. Все цветет, пахнет красиво. Это жизнь. Это красота. Поэтому все цветы великолепные. Даже маленькие вот такой. А на него смотришь и удивляешься, как это все было создано Богом. С большим интересом увидела Иркутск. У меня он вызвал очень, какие-то очень своеобразные эмоции. Это невозможно передать их сразу. То есть мы вчера целый день ходили, ездили, смотрели выставки, беседы. Иркутский. Пока я еще не переварила все впечатления, но от города я просто в восторге. Я много работала в портрете, я много работаю пастелью. Это мой материал. Но в какое-то время параллельно с этим я начала сработать над фермортом и именно с цветами. Мне кажется, женщина из цветы – это тема между собой очень перекликающаяся. Ну а потом где-то вот задумала такой вариант, как как бы мозаику из цветов. Дело в том, что цветы, они же очень… Как вот человек индивидуальный, как женщины нет некрасивых женщин, так и цветы. Иногда самый простой цветок, он вызывает бурю эмоций и настроения. И мне захотелось собрать вот в виде такого декоративного, что ли, панно из разных цветов. Цветы я делаю с натуры, сразу хочу сказать, что это не по представлению. Это живые цветы, которые окружают меня, которые я вижу, которые я чувствую. Вот сейчас весна подходит, скоро зацветет сирень. Это же изумительный цветок, который хочется писать. И я вот уже где-то внутри готовлюсь, как это будет, какие цветы, где я буду искать и какого оттенка. У нас как-то больше преобладают во Владивостоке во всяком случае цветы гаммы розовато-сиреневые оттенки. Ну, белые бывают. А когда я ездила в Москву, вот в Питер, там синие сорта сиреней. Мне хочется собрать разные, написать букеты с разных сортов сиреней. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Выставка очень ёмкая, интересная как по составу, так и по характеру произведений. Но вот о том, насколько это соревнование, я бы сказала, что, конечно же, нет. Потому что творчество, оно по самой сути своей настолько индивидуально, настолько уникально, что сравнивать, кто лучше, один город или другой город, один художник или другой художник, это, наверное, неуместно. Всё-таки каждый автор, представленный на этом проекте, он имеет своё лицо, он узнаваемый. И я вот иду по выставке, впервые её сегодня вижу и узнаю, как бы не подходя к этикетажу, не читая названия работы и кто автор. Я узнаю этих авторов, поскольку уже есть какая-то внутренняя насмотренность. Со многими виделись и участвовали вместе на других выставочных проектах. То есть публикуются произведения в каталогах, и это всё потихоньку как бы встаёт в одну такую большую общую картину, когда внутри проекта ты узнаёшь и регион, и конкретно какого-то автора. Это очень интересно, очень красиво. И моя большая благодарность всем, кто был причастен к организации вот такого большого проекта, крупного, как сегодня. Всем большое спасибо. 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 Группа Творческое объединение «Март» образовалась в 2000 году, хотя первая выставка была в 1999 году, насколько я знаю историю. Я сама примкнула туда в 2000 году. Это была первая выставка. Для меня эта выставка называлась «Цветы женщины и птицы». Меня пригласила тогда Наталья Сергеевна Сысоева поучаствовать. И так я там и осталась. Творческое объединение наше тогда составляло, по-моему, порядка 10 человек. Оно менялось, состав менялся со временем. Мы не только выставлялись, мы ещё вели очень серьёзную социальную работу. Мы проводили различные мастер-классы в детских домах, в больницах. Искусство для нас было главной целью. Вместе нам было двигаться легче, мы были тогда совсем молодыми. И уже спустя время мы постепенно вступали в Союз художников России благодаря вот этим своим выставкам. Выставки были групповые, очень удобно было на себя смотреть со стороны. Не страшно было выставляться всем вместе. Я это так воспринимала всегда. Очень сложно проследить, что конкретно. такое точное вдохновило на тот или иной образ. Это всё равно всегда собирательная какая-то мысль. Больше, наверное, это было про мечты, про устремления. Как два человека направляют свои идеи, свои действия в какой-то общий поток мыслей, мечтаний, вдохновений, чего угодно. И вот родился такой образ. Два мечтателя в каком-то абстрактном совершенно пространстве. И над ними вот такая река из красных журавликов. И да, действительно, это тоже образ жизни в том числе. Но не обязательно жизни в каком-то таком контексте, что человек заболел, и вот красный журавлик его спасает. А символ жизни какой-то такой более общий, немножко размытый. Может быть, даже для кого-то очень частный, очень свой. Для кого-то это путешествие. Для кого-то это просто фильм рядом с хорошим человеком посмотреть. Для кого-то это действительно выздоровление после тяжёлой болезни. Что угодно, кому угодно может прийти в голову. Это какое-то очень широкое вообще такое понятие для меня. И вдохновение для меня было такое широкое очень. Я узнала своих же родных художников, и я не могла не прийти. Потому что я очень люблю приморских художников. Я очень давно с ними дружу. И я вообще обожаю всё, что связано с живописью и с творчеством. Вообще, в принципе, художнику необходимо собирать впечатления внутри себя, аккумулировать их и уметь переносить это на холст. И порой это может происходить, мне кажется, очень спонтанно, очень быстро. А порой должно пройти какое-то время. И всё это время человек-художник внутри себя проживает разные эмоции. Ну и мне кажется, что женщина-художница, она очень эмоциональна. Даже если она не выражает эти эмоции, она их копит внутри, и потом выражает это на своём холсте. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Мне очень всегда сложно говорить. Мне кажется, что то, что здесь вы видите, то я и хотела сказать. В общем, это просто любование морем, юностью, пляжем. И впечатление от пленера, когда ты находишься на пленере. Это портрет студентки. Все цветы прекрасны. Да, да. Как любой человек. Любой человек красив по-своему и добр внутри. Я уверена в этом. Я вообще в своём творчестве, конечно, черпаюсь эпохи средневековья, книжных миниатюр, где, в общем, цветок как символ. Как таковые цветочки, ну, как бы, ну, они меня в плане только живописи, может быть, интересуют. А здесь у меня как раз четыре работы. Роза как символ. Символ, изображающий четыре состояния дня. Утро, вечер, ночь и полдень. И тут роза выступает как символ этому. И вот роза символична. Она же как роза ветров, да. И розы очень много есть в символике. А здесь у меня просто человеческая жизнь в зависимости от состояния дня. Да, и вот тут у меня, допустим, роза утро, она белая, светлая. И, конечно, это какие-то природы, объятия человеческие, мужчины, женщины. И в середине розы это такая, как бы, книжная, и как из книжной миниатюры символ человека. Что же он в это время делает? А вот это у меня роза вечер. Вечер он отправляется в путь. Ну, неважно в какой. И поэтому роза такой, как бы, закатный цвет приобретает. А роза полдень, она такая деятельная. И, конечно, там мужчина и женщина выступают, ну, по своим, можно, каким-то важным делам, да, отправляются. И, конечно, роза ночь, она это море, это купание ночное и синее, да, приобретает такой символ. Но, ну, как бы, отталкиваясь, конечно, от настоящих цветов, потому что здесь шиповник присутствует. У нас на Дальнем Востоке есть очень много дикого шиповника на побережье. Это, ну, достаточно сложная техника. Выводить линии, это во форте все-таки можно напечатать, а это, ну, ручная такая графика. И, ну, роза у меня просто вышла здесь как символ изобразительный. Наша группа образована в 1996 году. Она вначале образовалась как группа международная. У нас были участницы, они сейчас есть, но из-за пандемии они не могут присутствовать, а так бы они, наверное, тоже приехали. У нас были японки, кореянки, Южная Корея, австралийки и русские. И мы все эти страны посетили с выставками. Сначала прошел первый круг, мы проехали, потом второй. Стали присоединяться и Китай, и Вьетнам еще к нам. И вот выставку мы в Петербурге проводили тем составом. Но стало, знаете, когда группа начинает жить уже какой-то серьезной жизнью своей, то потребуется следующее развитие. Ну, мы же не будем постоянно вот эти руки делать, которые хочется новых эмоций, новых впечатлений. И вдруг вот пандемия, как ни удивительно, она какой-то такой толчок сделала к тому, чтобы мы поехали по своей стране. И на самом деле это такое очарование. И вот у нас руководитель группы, которая объездила вообще, наверное, весь мир, Ольга Никитичик, которая основала вообще эти цветы мира, она сказала, что она так очарована Иркутском. И она сказала, как, я не бываю, я понимаю, что это часто даже эмоционально, это интереснее многих заграниц. Вы знаете, как открываешь свою страну и понимаешь, насколько она прекрасна, она великолепна. У меня абсолютно, я с ней согласна, у меня те же самые эмоции. Вот восторг. Восторг, потому что это так красиво. Это и гордость, знаете, и восторг, и гордость. Потому что такая, тем более сейчас, когда я вижу, что появилось уважение к этому, к истории, когда это все восстанавливается, реставрируется. Это прекрасно. Ну, во-первых, я пришел посмотреть на цветы в изображении и цветы в жизни. Потому что для меня цветы – это женщины. Не дети, дети, конечно, тоже цветочки. А настоящие цветы – это женщины. Я, конечно, просто был восхищен чудесными, красивыми художницами и их чудесными, красивыми произведениями. Очень понравилось. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова